И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя, семью головами и десятью рогами, на рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные, зверь которого я видел, был подобен барсу, ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть. Семь голов зверя, это четыре зверя из Даниила 7 главы, они представляют царство или нации, лев Великобритания, медведь Россия, барс Германия, десятирогий зверь Священной Римской Империи. Но Иоанн ничего не говорит о крыльях орла и о четырех крыльях на спине у барса. Орел это символ США, так может ли быть такое, что Америка исчезнет к тому времени? У орла два крыла, и в Америке возникли две противостоящие партии. Южная часть Америки была конфедератом. КША возглавляли Александр Хэмилтон и Джон Адамс. Это левое крыло. Правое крыло, это Томас Жеферсон и Джеймс Мэдисон. Они были за Соединенные Штаты, в основном за республиканцев. Федералистов поддерживали богатые люди, например, бизнесмены. А за республиканцами стояли простые люди, например, фермеры. Левое крыло, это капитализм, а правое крыло, это демократия. Но сегодня США демократическая республиканская страна. И противостоящие стороны в 2020 году, это Трамп и Байден. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела и дивилась вся земля». Откровение 13 глава. Семь голов – это сумма четырех зверей из Даниила 7 главы, за исключением орла. В Откровении 13.2 подчеркивается, что пасть у зверя, как пасть у льва. Пасть – это уста, а лев – это Великобритания. Библия предсказала, что в последнее время всемирный язык будет английский. В Откровении 13.3 не написано, что зверь был убит, но он получил смертельную рану. Если помните, то барс символизирует Германию. Четыре головы, четыре подъема и упадка. После Второй мировой войны Германию разделили на ГДР и ФРГ. Заголовки газер кричали «Германия мертва, она больше не воспрянет». 13 августа 1961 года построили Берлинскую стену. Германию разделили на восток и запад. Джордж Боу писал. «Хотя сейчас разделенная Германия, как дноящаяся рана от ржавого ножа, однажды она все же заживет. Смертельно раненая голова – это третий рейх Гитлера. Это третья голова барса, и казалось, что Германия обретена навечно». В то время Ирвин Бакстер из библейского пророчества предсказывал, что стена будет снесена. И с этого момента наступит новый мировой порядок. В 1986 году Ирвин Бакстер выпустил книгу «Послание для президента», где изложил все, о чем я сейчас говорю. А три года спустя после издания книги, 9 ноября 1989 года, стена была снесена. Известный журнал «Тайм» опубликовал такие слова. «Снесение стены было явным доказательством того, что глубокая рана европейской цивилизации наконец-то исцелилась». В 13 главе Откровения Библия предсказала, что третья голова барса пострадает от смертельной раны. И эта смертельная рана была исцелена. В выпуске USA Today была статья, и там говорилось. «Берлинская стена, запад грустит, восток торжествует». 25-я годовщина Берлинской стены напомнила нам о своей уникальной роли, сурового символа различий между востоком и западом. Кирпичи и строительный раствор, как орудие пропаганды 44-й километровой раны, которая не может исцелиться. Светские издания описывают о разделении Германии и Берлинскую стену, как смертельную рану. После падения Берлинской стены, Джордж Буш, который представляет капитализм, Горбачев, который представляет коммунизм, и Папа Римский, который представляет католицин. 1 декабря 1989 года они вышли из собрания и объявили рождение нового мирового порядка. В то время были три основные силы, которые имели мировое влияние. Одним был капитализм и демократия, другой был коммунизм и социализм, и третья – это Римская католическая церковь. И именно эти три силы соорудили новый мировой порядок. Кстати, эти три силы представляют первых трех всадников Апокалипсиса. Но это совсем другая тема. Вывод очевиден, что смертельная рана – это третья голова Барса, третий рейх Гитлера, а четвертая голова – это четвертый рейх, поднимающийся на данный момент. А что произойдет с Америкой? Орел встречается в Библии два раза. В Откровении 12.13 рассказывается о том, как Антихрист будет вести войну против Израиля, которого символизирует женщина свинцом из 12 звезд. И даны были жене два крыла Большого Орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. А кто единственный друг Израиля? Это Орел. На протяжении последних 60 лет США использовали свое право века для защиты Израиля. Причина, почему на звере мирового правительства отсутствуют орлиные крылья, в том, что Америка отойдет на задний план. Если Соединенные Штаты не будут уничтожены во время войны, значит они не будут ключевым игроком мирового правительства. И родила она младенца, мужеского пола, которому належит почти все народы, жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. В Библии церковь сравнивается с телом Иисуса Христа. Здесь описывается восхищение церкви. И кстати, это событие рожающей девы произошло 23 сентября 2017 года. Если вам интересно, можете посмотреть видео Максима Агафонова «Настоящий конец света». А мы не будем углубляться в эту тему, чтобы сэкономить время. В седьмой главе книги Даниила у медведя, который представляет Россию, во рту было три клыка. И ему было сказано так «Встань, ешь мяса много». А в других переводах написано три ребра. Первое ребро – это крепостное право. Крепостное право было очень жуткое время для крестьян. А крестьяне занимали 82% населения России. Второе ребро – это монархия. Народ разделился на красных и белых. За красными стояли коммуняки. А белые были против коммунизма. И по этой причине в России началась гражданская война. Россия в то время в буквальном смысле тонула в крови. Но это не все, ведь у России есть еще третье ребро. На смену монархии пришел Советский Союз. Только один Сталин уничтожил более 20 миллионов. А вообще коммунизм уничтожил более 100 миллионов только в России. И это не считая другие коммунистические страны. Например, в Китае Мао Цзэдун уничтожил 60 миллионов мирных жителей. 60 миллионов – это как первая и вторая мировая война вместе. Итак, три клыка или три ребра у медведя. Это крепостное право, монархия и социализм. И еще одна деталь. После того, как Дандил описывает видение четырех зверей, он дальше написал такие слова. «Огненная река выходила и проходила перед ним». Дандила 7 глава 10 стих. Здесь надо учитывать то, что Дандил никогда не видел автомобилей. Поэтому он на языке символов сравнивает это как огненную реку. И огненная река выходила и проходила. И в действительности дорога имеет двустороннее движение. И если посмотреть на трафик, создается впечатление, что это как огненная река. Теперь подошел конец четвертой части. В первой части мы разбирали, что означает истукан из книги Дандила. Во второй части мы выяснили, что означает зверь с семью головами десятью рогами. Третья часть была о Вавилонской блуднице. А четвертая часть, которую вы сейчас смотрите, была о раненой голове зверя. Если вы пропустили хотя бы одну из этих частей, то вы не сможете понимать библейские пророчества о нашем времени. Субтитры создавал DimaTorzok